Акима области Гульшарабды Каликова встретила с женщинами-депутатами региона, выслушала их предложения по развитию края. За годы независимости в регионе сложился сильный женский костяк. На сегодня 87% медицинских работников, 73% педагогов, 37% государственных служащих, почти половина бизнесменов – представительницы слабого пола. На встрече были подняты вопросы поддержки начинающих бизнес-женщин, предпринимателей, социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Женское сообщество также волнует судьба Орала. Проблема Орала остается нерешенной. В Орал не поступает вода. Вот это настоящая трагедия. Этот вопрос решается не в области, а на межгосударственном, межправительственном уровне. В этом году была полностью разработана проектно-сметная документация по Кокоральской плотине. Государством были выделены средства для проведения экспертизы. В результате в следующем году начнется реконструкция Кокорала. Работа в этом направлении находится под моим непосредственным контролем. На встрече с одобрением было принято предложение о формировании женского кадрового резерва. Вопрос о создании женского кадрового резерва я поднимала на форуме Международного женского энергетического клуба. В молодежном кадровом резерве отдельно следует указать категорию женщин. Мы также должны формировать женский кадровый резерв области. В завершении Аким области вручила благодарственные письма ветеранам труда и ряду депутатов за вклад в развитие региона. Аслан Сағындығы Жан Саятлиу Баужан Кожа Муратов Қанат Махамбетов. Телеканал Қызларда.